Всем привет! Каждый день редакция УниверНьюз готовит порцию свежих новостей студенческого мира специально для вас. В эфире я, Марина Захарова, и мы начинаем. В Казанском университете состоялась презентация сборника стихотворений Анны Рус. Проходит активный отбор на Казанский открытый межвузовский фестиваль «День первокурсника-2017». На базе Казанского университета стартует ежегодный географический диктант. С 15 по 17 ноября состоится международный исторический форум «Молодые ученые в реализации идеи «История для всех», который приурочен к году Лобачевского в КФУ. О том, как прошло мероприятие, ты узнаешь в следующем сюжете. С 15 по 17 ноября в Казанском федеральном университете на базе Института международных отношений истории и востоковедения проходит международный исторический форум «Молодые ученые в реализации идей «История для всех». Форум возникло у нас еще летом, когда мы проводили первый съезд училий истории общества знания, но и было принято решение о не проведении каких-то разовых акций, а проведении именно большой масштабной работы по развитию педагогического образования, исторического и педагогического образования в нашей республике. В связи с этим, собственно, и родилась идея проведения в стенах Казанского университета и конкретно в стенах Института международных отношений истории и востоковедения данного форума. Основные участники форума – это студенты и молодые ученые, которым не безразлична история, которая преподается в учебных заведениях. Самое важное – это дать молодежи правильное историческое образование, решить ряд важных вопросов, которые так остро стоят на повестке дня. Наша задача, как раз, идея «История для всех», то, чтобы молодежь смогла выработать свой язык, к которому она сможет донести и адекватно изложить, скажем так, основную идею, основную концепцию, для чего необходимо изучать историю всем категориям граждан наших. Форум приурочен году Николая Ивановича Лобачевского в КФУ и станет дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития истории и исторического образования в России и за рубежом. В свете реализации идей «История для всех» Диана Шилова, Владислав Мехневский, Универньюз. Презентация нового сборника стихотворений известной казанской поэтессы Анны Рус состоялась в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. О том, почему второй сборник стихотворений вышел только через 11 лет и чем схожи современные поэты с рэп-исполнителями, узнаешь в следующем сюжете. Теперь все изменится. Сборник стихотворений с таким названием презентовала Анна Рус. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета собрались студенты, а также все те, кому интересно творчество казанской поэтессы. А когда же приходит понимание того, что я поэт? На этот вопрос нам ответила Анна Рус. Много разных этапов. Сначала думаешь, я, кажется, поэт, я умею писать в рифму. Потом думаешь, о, я, кажется, поэт, мои стихи нравятся моим знакомым. Потом думаешь, о, я, кажется, поэт, меня начат ли в газете. Думаю, я, кажется, поэт, мне дали литературную премию. И так все время, каждый раз, вот у меня вот эта книжка вышла, и я вот вдруг подумал, кажется, я поэт, у меня вышла книжка. Здесь собраны речитативы и гимны, плачи, романсы, блюзы и многое другое. Название сборника «Теперь все изменится» каждый воспринимает по-своему. Для кого-то это шанс все исправить к лучшему. Не знаю уж, может быть, в названии это, конечно, оптимистично звучит, и подписывать книжки очень удобно. Теперь все изменится. Пишешь в лучшую сторону, с любовью, Анна Рус. Это как бы некий вызов. То есть, как хотите, так и относитесь к этому. Хотите, в хорошую сторону вас изменится, хотите, в плохую будет. Это второй сборник стихотворений поэтессы. Первый вышел в 2006 году. Все присутствующие в зале активно задавали вопросы о жизни и творчестве. Разговор зашел и на тему рэп-культуры. Бывает очень плохо, а бывает запредельно хорошо. Вчера ко мне зашел друг и говорит, давай, Горгород, послушаем. Давай, говорю, послушаем. Грубили колонки, послушали. И я, слушая, в общем, этот, как это, я не знаю, рэп-оперу Оксимирона, я понимала, что я нахожусь на высшей точке удовольствия, которое можно получать от поэтического текста. С 14 по 16 ноября проводится отбор на Казанский открытый межвузовский фестиваль «День первокурсника-2017». Конкурс проходит по направлениям хореография, музыка, театр и оригинальный жанр. Подробнее в сюжете Артема Тупичкина. 15 ноября в Казанском молодежном центре имени Гайдара проводится отбор на межвузовский фестиваль «День первокурсника-2017» по направлению музыка. Участие в конкурсе принимают студенты из Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева и других вузов столицы Татарстана. Радует еще то, что студенты показывают свое творчество не только в рамках своего вуза, но еще и не боятся выступить на городе, на республике. От КФУ на отборочный конкурс заявлено 43 коллектива по всем направлениям. На отбор прошли лучшие участники университетского этапа «Дня первокурсника-2017». Творчество у нас в сердце, и наш институт очень отличается этим. Мы заняли уже первое место на «Дне первокурсника» среди всех институтов КФУ. Поэтому мы выкладываемся на все 100% и кайфуем всем сердцем и всей душой. Галла-концерт Казанского открытого межвузовского фестиваля «День первокурсника-2017» пройдет 27 ноября в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Телеканал «Универ-ТВ» проведет прямую трансляцию концерта. Артем Тупичкин, Ленарда Влетьяров, «Универ-Ньюз». Совсем скоро на базе КФУ состоится ежегодный географический диктант, что ждет участников диктанта и когда он пройдет, ты узнаешь уже сейчас. 26 ноября КФУ примет у себя более тысячи человек. Институт управления экономики и финансов станет одной из площадок международной образовательной акции «Географический диктант». Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, а организаторами самой акции является Русское географическое общество. «Географический диктант всероссийский будет проводиться в КФУ уже третий раз. Это довольно массовое мероприятие. Оно вызывает большой интерес среди жителей города Казани, среди студентов, вузов, ну и, конечно же, в первую очередь, КФУ. Работа с картой и знаний географических терминов – это лишь половина успеха. Участников ожидает 30 тестовых заданий, которые можно разделить на три блока. Чтобы набрать заветные 100 баллов, нужно знать и уметь все. Важно отметить, что впервые за свое трехлетнее существование диктант покинул границы нашей страны и вышел на международный уровень. Теперь проверить свои знания в области географии можно в 18 странах мира. Олег Кашин, Ленарда Влетьяров, Универньюз. В Берлине завершилась молодежная конференция Fallen Walls. Следуя девизу мероприятия «Какая стена упадет следующей», ученые всего мира поделились своими последними открытиями, совершившими переворот в науке. Молодой ученый Казанского федерального также не упустил возможность побывать на этом мероприятии и обратил на себя внимание звезд мировой науки. Как ему это удалось, расскажет Аделя Шамилова. Руководитель научной группы «Химическая биология» Казанского федерального университета Эмиль Булатов представил свою концепцию на международной конференции Fallen Walls в Берлине. Напомним, в середине сентября Эмиль стал победителем российского отбора, который проходил в КФУ и получил право представить страну на международном форуме для молодых ученых и предпринимателей всего мира. В Берлине Эмиль представил свое видение разработок новых лекарств при помощи искусственного интеллекта. Это становится особенно актуально в свете создания университета 4.0. Глобальная проблема заключается в том, что во всем мире процесс разработки новых лекарств замедлился ввиду приближения к пределам используемых в настоящее время технологий на помощь должен прийти искусственный интеллект и новые компьютерные методы. Это связано с тем, что уже, скажем так, опробированы многие химические каркасы, достигнут, скажем так, предел для многих технологий, которые используются при разработке лекарственных средств. Ученый выразил надежду, что научные проекты такого уровня Казанский университет в ближайшем будущем сможет реализовать на своих площадках. У нас очень хорошо и сильно развивается биомедицинское направление. Есть институты, которые занимаются машинным обучением. Конечно же, высшая школа ИТИС. Надеемся, что мы сможем привлечь всех и совместно взяться за эту сложную научную проблему. Само выступление проходило в 28-летнюю годовщину падения Берлинской стены. Событие по-настоящему грандиозное. Нельзя переоценивать историческую важность падения Берлинской стены для всего человечества. Ежегодно в этот день на конференции в Германии собираются ученые, политики, общественные деятели, чтобы обсудить, какие задачи стоят перед всем миром в будущем, какие стены нужно разрушить, чтобы развить новые отрасли науки, внедрить инновационные идеи и технологии в повседневную жизнь. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. И пусть каждый ваш день будет наполнен только лучшими новостями. С вами была Марина Захарова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова